Продуктовые магазины шаговой доступности, мини-маркеты, а также бары и кафе в бывших квартирах на первых этажах домов уже давно стали привычным делом. Но не всегда такое соседство приятное для жильцов многоквартирных домов. В конце мая Госдума внесла изменения в жилищный кодекс, и теперь процедура перевода квартиры в нежилую фонду усложнилась. Теперь для того, чтобы решение это было принято, необходимо, кроме тех документов, которые были предусмотрены ранее, предоставить еще протокол общего собрания собственников помещения многоквартирного дома, о согласовании перевода, и также согласие всех собственников примыкающих квартир. Такая процедура уже действовала в нашей стране до 2005 года. И также требовалось согласие собственников примыкающих квартир на перевод жилплощади в нежилой фонд. Теперь это правило вернули. Согласие оформляется всеми собственниками в произвольной форме. Согласие указывает с фамилиями отчества, паспортные данные, реквизиты документов, которые устанавливают право собственности, и номер квартиры, который примыкает к этому переводимому помещению. Процедура сбора подписей достаточно непростая. Новый закон определяет особый порядок ворума для проведения общего собрания при согласовании перевода. Если, допустим, в многоквартирном доме несколько подъездов, то для того, чтобы это собрание состоялось, необходимо, чтобы в нем приняли участие собственники, которые обладают большинством голосов от всех собственников, проживающих в этом доме. И второе условие, чтобы в собрании приняли участие не менее двух третей собственников, которые проживают в том подъезде, в котором находится переводимое помещение. Если же в многоквартирном доме один подъезд, то для кворума необходимо участие собственников, которые обладают не менее чем две трети голосов от общего числа проживающих в доме. Таким образом, изменения в жилищный кодекс стали лучше учитывать мнения жильцов, например, при открытии на первом этаже увеселительных заведений.